Здравствуйте, друзья! Программа на самом деле возвращается в прямой эфир и мы сейчас с вами в гостях у Алексея Валерьевича Журавка, народного депутата Украины, прошлых созывов человека, который вот остановили мы его в чистом поле, там ромашки я вижу на заднем плане, который у вас отрезан, вы этого не видите. Человек возвращается с деловой встречи и мы тут его пересекаем и просим, Алексей Валерьевич, расскажи нам, пожалуйста, что происходит на Украине, мониторишь, общаешься с бывшими коллегами, наверняка есть информация о многом, о чем мы даже не догадываемся, ну и свое личное мнение о первых неделях правления Владимира Зеленского и о партийных списках, потому что сейчас начали их объявлять. Но самое интересное, что я заметил, Алексей Валерьевич, это то, что ни на одном съезде не было ни одного официального представителя Центральной избирательной комиссии. То есть, если нарушать закон, то всем сразу вдруг и чтоб потом никому обидно не было. Добрый день, вам слово. Добрый день, дорогие уважаемые зрители. Ну что, хаос, цирк, беззаконие, антиконституционность в Украине продолжается. Кому-то этот хаос нужен. А вернее, это за океанским партнером. Продолжают мутить воду, продолжают дестабилизировать ситуацию. Никто за экономику не думает. Никто не думает за жизнь простых людей. И это, я вам хочу сказать, страшно. Думаю, агрессия будет и дальше нарастать. Зеленский на сегодняшний день, это еще раз есть подтверждение, что он команды не имеет профессионалов. Потому что тот список, который они подобрали, я вообще-то в шоке. У меня вопрос, как же он собирается строить государственность и восстанавливать Украину. Риторика будет продолжаться в войне, а по большому счету его будут туда пихать, запихивать. К сожалению, как я и писал в своих социальных сетях, что теперь у нас появился кровавый клоун. Кровавый пастер есть, кровавый кондитер есть, а теперь кровавый, будем говорить так, клоун. К сожалению, это беда. Ну что я могу сказать? Что этот парламент, думаю, будет недолгий, если даже придут к тому, что будут выборы досрочные. Да даже если и недосрочные выборы, потому что вокруг там несовместимы между собой. Если взять два крупных оппозиционных блока, они смогли между собой соединиться. Я не хочу их пропинить по одной причине, потому что там есть здравые люди. Там действительно есть. Но вот некоторые ошметки, я назову, которые попали, я вообще не понимаю. Вот даже тот же самый Кива, убийца, самый настоящий, у которого по локоть в крови руки, он сам рассказывал, как он стрелял в потолок, как он отгонял людей. Я вообще не понимаю. И что в одном оппозиционном блоке есть пробелы, что в другом. Но отдать предпочтение, что там есть здравомыслящие люди. А во всех остальных, будем говорить, как у Зеленского, у других там, где съезды проходили, их очень-то много. Но это вообще бред сумасшедших на голову не натянешь. Вот что меня добило, что все-таки, когда приходит конец этим радикалам, нацикам, а он виден, что этот конец рано или поздно придет, эти шакалы начали объединяться. Вот тут надо над этим вопросом задуматься. О политике в Украинской сейчас нету здравомыслящих людей, я не увидел. Поэтому, как бы, мой прогноз трагический, да? Что самое страшное, что я наблюдаю, что даже если соберется парламент, он не остановит эту войну. Нету, как я и раньше говорил, что нету здравомыслящего человека, именно государственника, который думал бы в первую очередь не за себя, а за людей, и не за свою шкуру. Нету в Украине. К сожалению, я его вижу, но он находится не в Украине, который мог бы объединить. Первый процесс, который бы я назвал так, если не появится тот человек, который сможет строить новую Украину, дать новую конституцию и новое развитие Украине, то пипец этой Украине придет. Алексей Валерьевич, вот здесь очень интересная тенденция просматриваться. В свое время был консенсус олигархов вокруг Леонида Даниловича Кучмы. Олигархи спокойно работали, взаимодействовали. Потом Кучму свергли, поставили представителя Западной Украины Ющенко, при котором, как бы, те олигархи, кто был рядом с Ющенко, начали зарабатывать, а олигархи Юго-Востока, условно говоря, немножечко подгорели. Потом пришел Янукович, его семья, и, естественно, олигархи западные начали угорать, а зарабатывать семья и олигархи, которые поддержали партию регионов. Пришел Порошенко и нарушил консенсус олигархов. Он стал главный и практически единственный олигарх, который позволял другим олигархам питаться крошками с его стола. Вот Ренату Леонидовичу Ахметову, другим каким-то, а каких-то олигархов грабил, причем наплевав на все на свете. И вот сейчас мы видим абсолютно противоположную ситуацию. Олигархи, собравшись, установили новый консенсус. И вот в этом новом консенсусе как раз и будет, может быть, продолжение того пути Украины, который был при том же Кучме Леониде Даниловича. То есть, условно говоря, здравый смысл на корость кошельков олигархов, которые понимают, что с Россией вот здесь можно дружить, а здесь риторически посылать на три буквы. Западом будем обманывать, получать транши, кидать и все остальное, но риторически будем с ними дружить и целовать их в межягодичное пространство. Вот как видится консенсус олигархов украинских? Опять-таки, мы же видим, кто стоит за этими так называемыми политическими силами. Стоят те же самые Коломойский, Ахметов, Фирташ, Пинчук. Кого-то я еще не назвал. Нет, на это вы не надеетесь, что прошлое придет к Кучме. Уже этого не будет, потому что пришла война на самом деле не только на Донбасс, но она и пришла на территорию Украины. Возрождаются маленькие, будем говорить, корольки, которые имеют на сегодняшний день оружие, минометы, гранаты, лимонки. И каждый королек уже свое место не уступит. Вы напрасно так думаете. Они уже не получат того консенсуса, который должен быть, и все должны находить какие-то паритеты и договоренности для того, чтобы как-то страна могла существовать, понимаете? Это живой пример. Вот пришел обратно Кучма в минские позиции, да? Начал отрабатывать положение, структуру, как бы все-таки остановить войну. Нацики поднялись, показали свой меч войны, окровавленный. И фактически пришло к тому, что Зеленский и Кучма сдали заднюю. Но мы что понимаем, кто за Кучмой стоит, кто с бизнесменами, это проевропейская сила. Поэтому вот и давайте себе ответ. Поэтому и на второй день началась и стрельба. А кто за Порошенко стоит? Вот только здесь несовместимые вещи привели к тому, что начались обстрелы. Три недели назад я вам в эфире говорил, вы увидите сами, будут обстрелы. Вы мне в эфире что сказали? Ну может все-таки как-то Зеленский поймет, помните? Я вам говорил, нет, все. Страна идет в разнос. Для того, чтобы остановить падающую страну в прорву и в разнос, необходимо что-то альтернативное создать и новое. Второе. Для того, чтобы сегодня прийти к консенсусу, надо кого-то отдать на съедение, грубо говоря. Подтвердить, кто эти все преступные действия и привел страну к развалу. Привел к этому. Тогда можно как-то находить какой-то консенсус. А когда, извините, одно животное окровавленное, другое окровавленное, ему все равно, кого будет грызть. Вот в чем проблема. Не будет толку, когда не войдет третья сила. Вот что надо сделать для того, чтобы остановить в Донбассе войну? Все, только силой примирения. Больше ничего не будет. Потому что куда-то надо этот пар, будем говорить, справливать. Второе. Вы поймите правильно. Вкус денег на крови. Шакалы эти, они почувствовали. Они не остановятся. Потому что Украина. Все целостное, которое давало экономике жизнь, она потеряла. Производство стоит, промышленность стоит, бизнес практически остановлен. Малый бизнес остановлен. Европа по всем позициям взяла, обманула, не позволяет те оставшиеся товары, которые в Европу можно реализовать, обдурила. И загнала в денежную кабалу МВФ. Вот этот процесс и не дает остановить, потому что людям как-то надо жить. И они идут на войну. А шакалы эти, толстые жопики, как я их называю, с большими кошельками. О, сейчас надо рвем. Здесь меньше, а здесь больше урвем. И не волнует никого, куда же катится страна. В это время рождаются новые шоколята, более зубастые. И они уже в свою отчину не будут никого пускать. Все еще впереди. Вот как бы я назвал. Алексей Валерьевич, ну вот для меня неожиданностью стала такая, как по-украински говорится, зухвала позиция команды Зеленского. Я вспоминаю Поросюков, Семенчинок и прочих клоунов вот тех времен пятилетней давности. Вот такая же наглость, русофобия, истеричный смех, как сейчас вот этот Женя Лысый и другие соратники Зеленского позволяют себе в отношении Российской Федерации. Наши смотрят, Лавров тот же, и говорят, ребят, я не могу понять Украину. Они что, действительно на полном серьезе это все лопочут? Ведь вроде бы государство, вроде бы политики должны вести себя как политики и государственники. А они, вот как были все на сцене, да, вот они продолжают эту сцену разыгрывать. Но только репризы их не смешные, а страшные, кровавые. И мы видим, что сейчас они активно готовятся к новому котлу. Не Дебальцевскому, а я не знаю какой, Мариупольский будет котел, этот самый, Изюмский котел, Харьковский котел. Вот до какого котла они хотят довести? Ведь они же фактически, Зеленский не полусловом не сказал о том, что я дал команду украинской армии остановиться, не стрелять. Нет, он молчит, а украинские военные показательно, цинично, глумясь, хохоча продолжают обстрелы, причем усиливают эти обстрелы. Они без всяких наступлений их нагло усиливают. А это значит, что мы будем отвечать. И мы будем поражать живую силу и технику врага. Сереж, как бы я ни цинично сказал, ладно врага поражать, а страдают на самом деле мирные жители и Украина. Какой же это враг? Враг засел сегодня в Киеве. Зеленский просто не разобрался. То, что касается Жени, вот если говорить объективно, это еще один тяжелый удар по Украине, который разваливает Украину снутри. Во-первых, он унизил всю Украину. Во-вторых, этот щенок Женя в 95 кварталах, он не понимает, что он такое натворил. Вот он не осознает, он думает, что он до сих пор на сцене играет. Но ведь он является другом президента. А самое страшное, что Зеленский, президент, его не осадил. Это еще раз показывает, какие унижения переживает сам народ. Так как народ, народ, в большинстве своем, который в Украине, он нормальный. Он и проголосовал против Порошенко, против издевательства. А Зеленский просто добил народ. Вот это вот самое страшное. А в лице Евросоюза, в лице зарубежных стран и других, ну что ж поделать? Все посмотрели и думают, ну с этой Украиной уже ничего не сделать. Давайте дальше гатить ее. Вот и гатят, и все. Ну что ж, если сами же своими руками убивают последние остатки страны. О чем тут говорить? Ну если бы я был на месте Зеленского, я не знаю. Я бы его превселюдно заставил попросить прощения. Кто бы там ни был, враг Путин, не враг Путин. Это чужое государство, которое сегодня имеет уважение на всем земном шарике. Остановитесь, козлы, я бы так сказал. Вот поверьте мне, у меня просто нет слов. Мне вот обидно за людей Украины, что они до сих пор, эту мразь и нечисть, до сих пор все терпят. Я с самого начала говорил, когда были первые выборы, сразу сказал, ребята, первый тур решающий был, второй – проирующий. Вот надо было в первом туре вывести одного, который поддержит реально мир и может договариваться с Россией. И не было бы это щукириды, решали бы уже вторую проблему сегодня. А сегодня совсем все наоборот. Не имеет силы сегодня Зеленский. К сожалению, это страшно. Ну, а тем временем перед администрацией президента Зеленского, который никак не демонстрирует теплые отношения ни к нашему президенту, ни к нашей стране, парохоботы жгут покрышки, пишут какие-то оскорбительные надписи на здании администрации президента, что типа генерал-губернаторства Российской Федерации на Украине или в Малороссии. В общем, что-то такое дикое. Я понимаю, что у них предвыборная борьба и понятная риторика. Но Порошенко, который, в общем-то, так русофобил, что его за это обвиняли в том, что агент Путина, сейчас уступил место другому русофобу, которого теперь уже порошенковцы обвиняют в том, что Зеленский в поддавки играет, и он тоже агент Кремля, как минимум. И вот здесь, в этой ситуации, хотелось бы все-таки понять, а какие политические силы, зайдя в Верховный Совет Украины, могут составить большинство, а кто будет и в какой примиримой, непримиримой продажной оппозиции? Я думаю, что все-таки должны быть, должны, если объединяться, вот вдруг так произойдет, это Зеленского и оппозиционные блоки вместе. Это будет, как бы, такое, не сильно большинство, но будет какое-то большинство. Плюс зайдут радикальные силы, там плюс Мешко зайдет, еще кто-то там зайдет, остатки, может еще Юля пройти, но она будет в таком... Ну и то, ничего хорошего я с этого не жду, потому что то, что вылилось на улице, и вот радикальная вся вот эта сволота нацистская, она не даст стабилизировать ситуацию, без зачистки и без силы воли президента этого не сделать. Да, Сергей? Алексей Валерьевич, ну хорошо, вот я смотрю на своих бывших земляков, кого куда разбросало. Кличко совсем со своим ударом скис, его, в общем-то, ничего не интересует, он говорит, что я по 20-й год мэр Киева, и мне хватает на хлеб с маслом и с черной икрой. Вот Сергей Владимирович Куницын пропал совершенно, не вижу его, Сенченко я не вижу в первой части списков, Денисову. Зато очень хорошо вот эти выкидыши, так называемый, меньшлист крымско-татарского народа, в том числе Ахтем Чайгос, которого мы оправдали, помиловали, вместо того, чтобы он сидел до сих пор в тюрьме, Чайгос ползал мамой и клялся, что я буду добропорядочным гражданином России, я больше не буду плохо себя вести и подстрекать свой народ на преступление. Отпустили, сбежал на Украину и оттуда вот безостановочно поливает дерьмом Российскую Федерацию и оккупированный Путиным Крым. Чайгос вместе с Джемилевым у Петра Порошенко. Чубаров в другой политической силе нашел себя. Вот почему эти меньшлистовцы впервые за всю историю независимой Украины разбежались по разным корзинкам? Дело в том, что, Сергей, для того, чтобы проводить, будем говорить, радикальные силы, которые являются террористическими, по ходу событий, чтобы разложить в разные кошелки яички и представлять большую часть, они именно так и поступили и пошли по разным партиям, потому что в какой-то одной партии они не пройдутся. Естественно, им надо усилить и быть уже на государственном уровне, представленными, чтобы потом начинать свои черные делишки, как это они делают, оскорбляют чужой народ, ввергают хаос, терроризируют тех же самых татаров в Херсоне, баламутят воду в Крыму, для того, чтобы поднимались эти террористы, елки-палки. А это все же обратно выгодно с океанским партнерам. А потом, смотрите, как же кричать одному, допустим, или двум этим же татарам, патриотам, если они могут уже там 10 человек депутатов завести и сказать, вы смотрите, какая благосклонная Украина, а вот наш татар там в Крыму прижимает, Европа, вы же посмотрите. Но мне самое страшное, что Европа закрывает глаза и дает посыл, что проходите в парламент террористы. Вот это самое страшное. Приобретайте иммунитет государства. Вот это самое страшное, что Европа закрывает глаза на прямых террористов. Вспомним Крым. Это 2 миллиона 700 человек жителей. И они отключили, сделали блокаду. Если бы не Россия, были бы трагедии. Вспомните блокаду на сегодняшний день, когда они проводили гуманитарную пищевую блокаду. Это страшные вещи, ведь за это они должны международным судом осуждены. Об этом молчат все. Если эти идиоты зайдут, вы не представляете, что они будут городить. Ведь у них получается иммунитет, они защищены государством. Теперь они могут на международных площадках выступать, обливать грязью своих же собратьев и сограждан, которые живут в Крыму. Поэтому бить надо в колокола. Того же самого Зеленского призывать, что это что-то подобное, что пришли во власть в парламент именно террористы, которые под статью попадают. Международных прав в России уже запрещены. Вот это вот страшно. И надо бить в колокола. И вот я уже два дня пишу про этих отморозков. Нельзя забыть ту трагедию, которую они сотворили в 2014 году. Ведь это трагедия. И она аукнется. Если говорят, что этот полоумный журавк, он задолбал всех накручивать. Я же не скрываю этого. Да, я полоумный. Но это будущее. Смотрите вперед. Что может беда произойти. Вот за что я говорю. И я как и считаю убийцами, радикалами, террористами. Для меня это люди все. Они террористы. Вот сколько их там, пять идет, а может быть десять. Они террористы для меня. Они убийцы, собственно, народа. Все. И точку я ставлю над этим. Поэтому я и написал этот пост. Статью хорошую написал. Показал ситуацию, которая может возникнуть на будущее. Нельзя порождать зло. Иначе оно расширяет. Вот и все. Ну что ж, Алексей Валерьевич, тем тяжелее будет нам смотреть за срочными либо досрочными выборами парламента, тем жутче будет ситуация после выборов. Потому что очень и очень много одиозных личностей в разных списках, разных политических сил и объединений. Боюсь я, честно говоря, что больше будет злых клоунов, а профессионалов будет еще меньше. В Верховной Раде девятого созыва, чем даже в Верховном Совете восьмого. Понимаешь, Сергей, что с каждым годом затягивания петли страна становится все дебильнее и дебильнее. Шизофрения проявляется в таком масштабе, что я сам иногда поражаюсь. А умные, профессиональные, деловые люди, страдающие люди, о том, что они просят, они хотят жить, они покидают эту Украину. И вот чем больше этого дебилизма порастает в Украине, тем страшнее нам будет, соседям. Надо об этом задуматься, и надо уже этот бред сумасшедших заканчивать. Алексей Валерьевич, ну а пока заканчивать мы будем только нашу сегодняшнюю программу. Спасибо вам огромное. Вы совершенно не полоумный человек. Вы человек, который не боится и не стесняется бить во все колокола, бить в набат, и будить своих земляков, говорить, ребят, очень нехорошее будущее будет у вас, у всех и у ваших детей, если вы, в конце концов, не проснетесь. А ведь спят так, как будто на маковом поле, остановились, на минутку прикорнули, а тут вот это вот все наркотическое, маковая роса, блаженство и так далее. Вот будить их надо, будить и заставлять идти или в бой, или на великий трудовой подвиг, потому что люди работают, каждый на себя, на страну никто работать не хочет и, по-моему, не собирается уже. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Итак, дорогие друзья, Алексей Валерьевич Журавка, гость программы «На самом деле», ну а мы прерываемся, чтобы обязательно встретиться с вами и продолжить наше вещание. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова